Рита Мелых, я думаю, она потом тоже расскажет, что я не скажу. Спасибо. А теперь стихи Бродского Анна и Жан-Маркова. Стихотворение «Не выходи из комнаты» и перевод Жан-Марков Харе. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть раздевай, выгони не раздевай. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был? Тем более изувечина. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босоногу, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много богов, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом. От хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Не выходи из комнаты, не революйся шкафом. От хроноса, космоса, космоса. О, это мур, ничего не означает ничего, не даже кричит влажный, в общем. И, опять же, вернулся, в фаршею. О, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, потому что у него нет коридор, ты. Ты сняла, а у матора следующего, и си рапли, что ты жаришь, фишка-дор, А во время, что она не утвердит, с фишу. Не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, Пет, что может интересеться в лечении мур и нижней муки? Почему так поехать вновь, когда еще вы будете на этапе? Как если ты становишься, и нижняя муха, и обереждаем. О, не прошивайся эту комнату, в этом босанова, в ментуху и наше мантоо, в мяну, в свой шотон в живых, в анти-шамбре, в пешеходе, в одею шоу и ши фарт. Ты написал, что вы написали, и еще один линь будет еще vacу. Не не притывайся, не притывайся, что ты встал, сомнешься, как ты взглянулся, и, инкогнито, эрго сум, в том числе ирзо в форме, стиплю и на substance. Не не притывайся, не притывайся, не притывайся, не притывайся, не притывайся, не притывайся, не притывайся. Просто хочу сказать, что это произведение «Пять эмфоризмов» Шнитке написано по желанию читать стихи Бродского. То есть редко читать стихи Бродского, но как раз сейчас такой указьем случай именно со стихами Бродского. И мы попробуем одновременно наложить стиховарение на музыку. Мы попробуем, потому что мы, может сказать, еще не пробовали, мы сейчас попробуем. Почти репетируем. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мимо христалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ. Мимо больших базаров, мира и коря мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем поливы, идут по земле пилигримы. Вечные они горбатые, голодные, полуодеты. Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют, за ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, Что мир остается прежним, да, остается прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир остается лживым, мир остается вечным, может быть, постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя, да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога, и быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэта. Последнее стихотворение, которое я вам сегодня мечтала, Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый из Александровского сада, Ночной фонарик нелюдимый на розу желтую похожий Над головой своих любимых у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимой пчелиный ход в сомнамбу, пьяниц, В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец, И выезжает на ордынку такси с больными седоками, И мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимой певец печальный по столице, Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, Спешит по улице невзрачной любовник старый, но красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой, Плывет в омгле за Москворецкой, плывет в несчастье случайный, Блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до новоселья, под Новый год, под воскресенье, Плывет красотка записная, своей тоски не объясняя, Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, Морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, И льется мед огней вечерних, и плахнет сладкою халвою, Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синий, в волне средь моря городского, Плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, Как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты